В эфире радио «Что вижу, то и говорю», у микрофона в студии Милена Джексон. Ещё до того, как они добрались до места в лесу, где лев сидел на своём троне, ослик начал кричать. «Ваше Величество, а правда ли, что трава синяя?» Лев ответил «Да, правда, трава синяя», а сёл обрадовался и продолжил. «Тигр со мной не согласен, спорит и раздражает меня, пожалуйста, накажите его». Царь зверей объявил, «Тигр получит в наказание пять лет молчания». А сёл радостно подпрыгнул и пошёл дальше, довольно повторяя. «Трава синяя, трава синяя», — тигр, приняв своё наказание, спросил у льва. «Ваше Величество, за что вы меня наказали, ведь трава зелёная?» Лев ответил «Действительно, трава зелёная», — удивлённый тигр спросил. «Тогда почему же вы наказываете меня?» — лев ответил. «Это не имеет никакого отношения к тому, какая трава, синяя или зелёная, наказание ты получил из-за того, что такое храброе и умное животное как тигр не может тратить своё время на спор со слом, а потом ещё и приходить ко мне с этим вопросом. Худшая трата времени — спорить с дураком и фанатиком, которого не волнует ни истина, ни реальность, а только победа его убеждений и иллюзий. Никогда не тратьте время на бессмысленные споры, есть такие люди, которым сколько бы доказательств и фактов не предоставлять, они всё равно не способны понять. Единственное, чего они хотят, — это быть правыми. Хотя это далеко не так, когда невежество кричит, интеллект молчит. С вами была Милена Джексон. Радио «Что вижу, то и говорю». Оставайтесь на волнах нашего радио. Редактор субтитров А.Семкин